Спорт это жизнь и такая жизнь должна быть доступна каждому. В Сосновском доме для престарелых людей об этом позаботились. Здесь открыли оздоровительную спортплощадку. На каких тренажерах будут заниматься представители преклонного возраста, узнал Олег Рожков. Для Владелена Дубовицкого открытие спортплощадки несомненно большой праздник. Во-первых, он бывший спортсмен, имеет разряд по плаванию и лыжам. Площадка дает ему шанс вспомнить молодость и заниматься любимым делом. А во-вторых, занятия спортом мужчине необходимы для здоровья. У Владелена Вячеславовича травма обеих ног. Упражнения на тренажерах помогут снова обрести способность нормально ходить. Я просто два года не ходил в воду без движения и пока операции. Это реабилитация. И в итоге, благодаря этим тренажерам, я наращивал мышечную массу и встал на протезы. Спортплощадка оснащена адаптивными тренажерами, поэтому заниматься на них могут люди с ограниченными возможностями. Специалисты говорят, занятия на площадке помогут укрепить иммунитет, сердечно-сосудистую систему, различные группы мышц и даже улучшить настроение. Первое – это брусья. Ну, во-первых, это для инвалидов, у которых ампутация нижних конечностей, которые протезы имеют нижних конечностей, для того, чтобы научиться правильной координированной ходьбе. Второй – тренажер в углу, который находится, это маятник. Он улучшит мышцы пресса, уменьшит талию, улучшит осанку. Есть еще один любопытный тренажер, который называется «Наездник». Он имитирует верховую езду. Занятия на нем положительно влияют на группы мышц верхних и нижних конечностей, а также на осанку. Средства на тренажеры были потрачены из гранта, который Сосновский дом престарелых выиграл в конкурсе социальных проектов «Активное поколение-2018». Наш проект называется «Тренажеры наше дело. Исцеляют дух и тело». Направлен в первую очередь на то, чтобы все граждане, проживающие в нашем доме-интернате, могли заниматься адаптивной физической культурой и спортом. Грант, который мы выиграли, был порядка 124 тысяч, сумма собственных вложений порядка 500 тысяч. Занятия на площадке будут проходить три раза в неделю по 45 минут под присмотром медсестры. Подопечным учреждения раздадут личные дневники успехов. Туда они начнут записывать свои результаты тренировок. Руководство дома-интерната говорит, это только начало. В будущем на площадке появится еще больше тренажеров. Олег Рожков, Дмитрий Тищенко, Александр Кобзарев. Область новостей.